можно налетай ну ты это если ты не хочешь ты можешь не кушать я не буду на самом деле тебе отдаю потому что мне слишком сладко марина здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж сегодня я покажу свой день с утра у нас было прохладно я думала одеться сразу так как я решила поехать навстречу большое спасибо всем кто проголосовал возвращаюсь домой чтобы переодеться и слегка подправить укладочку потому что у нас очень влажно у нас туман сегодня был с утра я на самом деле очень соскучилась по разговорным видео одно из видео которое собираюсь записать ближайшее время это окрашивание волос мной расскажу о своем опыте а также о том как можно пользуясь определенными продуктами действительно контролировать то как себя ведут волосы подобные моим тонкие пушащие слегка вьющиеся когда на улице очень и очень влажно речь идет даже не о дожде речь идет прежде всего влажности такой как туман сколько лет каналу это почти три года я всегда рекомендую гаджет для волос крутящийся щеткой я все остальные насадки выбросила у меня baby list но подобных гаджета сейчас очень много стоят они в районе 30 евро когда я покупала свой он стоил достаточно дорого мне кажется 80 евро он мне обошелся действительно то что позволяет моим волосам выглядеть достойно в любой ситуации я все было видно что я на кручевую прядь оказалось что она соскочила но это неважно можно потом всегда проконтролировать я чуть-чуть под накрасила кстати вот мой любимый запах на сегодняшний момент и это вообще моя любимая линейка духов это эрмес непроизносимое название у этой линейки продаются традиционно только в бутиках но я на самом деле люблю другой запах с фиолетовой крышечкой и еще ваниль и как-то там продолжение называется но где мои любимые духи я не знаю возможно в машине возможно на море возможно в какой-то из сумок а эти на самом деле духи унисекции я заимствую часто у мужа из ящика потому что он более аккуратен всегда наношу духи сюда и только сюда потому что если нанесу их замочки ушей я сама задохнусь от собственных духов я не очень люблю использовать духи но сегодня выдающийся случай желательно вкусно пахнуть переодеваюсь пиджачок брючки брючки кстати массимо дути и именно за этот комплект тоже голосовал мой муж он сказал однозначно брючный костюм ну что ж я вроде бы готова рукавчики нужно приподнять хотела часы надеть которые произведут впечатление на любого итальянца это ролик конечно же ты можешь иметь на руках часы за 100 тысяч евро но итальянец поразиться только роликса у роликса это самая популярная марка часов здесь в италии решающую предмет пригладить пряди которые возможным в моменте мне кажется не разглажены минут как-то так на навожу марафет и выезжаю навстречу из украшений надеваю только браслет и часы не ролик с потому что ролик с опять не смогла найти куда-то положила быстрее было найти взять другие часы покажу вам продукт который я вчера использовала он в принципе предназначен для того чтобы гасить желтизну блонды уж не знаю погасилась желтизна на моем блонде или нет но я использую этот продукт традиционно для того чтобы волосы были гладкие блестящие как у куклы не знаю гладкие ли блестящие мои сегодня волосы я делал том что легла спать с мокрой головой и ну так и так не стоило мне этого делать но в любом случае покажу вам продукт потому что упаковку выброшу но обзор на этот продукт будет делать неоднократно ну что ж вот так и одеток встречи готова сажусь в машину выезжаю посмотрите какой замечательный солнечный день после очень очень туманного и достаточно неприятного утра мне часто поступают вопросы какова наша ситуация ходят ли дети в школу как мы вообще здесь себя ощущаем вы знаете все достаточно спокойно статистику озвучивают есть официальные данные италия находится в общем-то достаточно неплохом положении все мои дети посещают детские школьные и дошкольные учреждения это значит что среди всех детей которые находятся в детском саду вместе с данишкой среди всех детей которые ходят в школу внимание не в класс а в школу вместе с габрюшечкой среди всех детей которые учатся вместе с егоркой не было ни одного случая выявленного заражения что происходит случай если один ребенок в классе позитивен а весь класс закрывают на карантин и все дети сдают анализ сдают ли анализ взрослые пока не понятны как потом происходит карантин в семье тоже пока непонятно у мам очень много вопросов я гуляю каждый день с данишкой с другими мамами и ни у кого нет ответов на определенные вопросы какова процедура если вдруг ребенок в классе один из детей позитивен и все дети сдают на анализ анализ сейчас необходимо ждать пять дней чтобы иметь возможность вернуться к работе либо посещать детское школьное дошкольное учреждение необходимо сдать еще один анализ и его тоже ждать пять дней какая какой интервал между двумя анализами я сейчас вам сказать не смогу и надеюсь что я никогда этого не узнаю но повторюсь абсолютный хаос и непонимание несмотря на то что информации в принципе достаточно много но вот понятно что ничто не понятно егор единственный ребенок семье который посещает школу неделя через неделю то есть у него неделя онлайн занятий вместе с классом половина класса посещает занятия половина класса остается дома онлайн и на следующую неделю половинки меняются в то время как габрюшечка и данечка посещают детский сад и начальную школу так как это было раньше встречи немного задерживается но в принципе я этого ожидала я сама человек очень пунктуально и обычно я не просто жду человека с которым у меня назначена встреча будь то подружка либо это деловая встреча потому что я всегда приезжаю заранее минут за 15 мне нужно припарковаться с комфортом дойти освоиться я очень не люблю опаздывать я больше переживаю когда я опаздываю чем когда я вынуждена ждать задержавшегося прогуливаюсь по отелю осматриваюсь конечно здесь получится очень интересные съемки в особенности если я получу доступ внутреннюю во внутреннюю жизнь отеля мне очень хочется побывать на кухне не только как блогеру и просто как я не скворцовой который очень интересно посмотреть как же все это происходит я вообще свое время была очень увлечена шоу дьявольская кухня не знаю шло ли она на русском языке это шоу я очень хочу рассказать вам о том как вызревают грязи оказывается что это тоже целый процесс ну что ж мои прекрасные зрители у меня полный карбанш на съемку я могу приехать в любой день я могу приехать несколько раз и снимать все что я захочу снимать мне даже человека который сможет меня сопровождать который сможет мне давать информацию интересную я на самом деле что называется потому что то о чем я вам расскажу интересно узнать даже мне самой сейчас я отправляюсь в ресторан этот ресторан его владельцы скажем так наши хорошие знакомые я хочу попросить сеть разрешение на подобную съемку только в ресторане я хочу рассказать вам сколько стоит банкет организовать банкет свадебный и вообще рассказать вам чуть более подробно как в италии организовывают торжества и свадьбы в частности не знаю разрешат мне или нет я готова услышать нет потому что не все готовы и опять же не все готовы я никогда не воспринимаю нет на скажем так свой личностный счет потому что бывает много причин почему человек на ту или иную твою просьбу отвечает тебе нет но я надеюсь что это будет да потому что мне очень хочется рассказать вам я сама знаю я могла бы вам об этом рассказать в качестве что называется говорящей головы но я несколько выросла из этого контента мне действительно хочется делать несколько иные ролики что-то мне кажется так освещение и фокус лучше хочу поблагодарить всех зрителей кто посоветовал мне одеться сегодня так как я в итоге оделась большое спасибо кстати для меня это был очень большим уроком который поможет мне в моих фэшн видео в моем от модных видео потому что те кто советовали мне надеть тренч говорили об очень интересные вещи я на тебя это вещь тебе это тебя эта вещь украшает она тебе идет ты в ней красивая и я поняла что сегодня я не хочу производить впечатление красивого человека хочу произвести производить впечатление профессионала который достиг определенных успехов в том что он делает чем он сейчас занимается и большое спасибо всем кто посоветовал мне по обратной причине как раз таки надеть брючный костюм то есть это именно деловая встреча я отказалась от каблуков и очень рада потому что я подумала что если по какой-то причине мне будет неудобно а в каблуках я думаю любой из нас неудобно то я и буду чувствовать себя менее уверенно поэтому я выбрала обувь флет как очень многие мне тоже и посоветовали и в итоге в итоге я очень и очень рада что все прошло так как прошло посмотрим как она сложится вот буквально через полчаса ну чтож я приехала сейчас я отстегну ремень и пойду договариваться главная машина не забыть за ну чтож мои прекрасные зрители спешу вам сообщить всем кто переживал за меня всем кто оставлял мне добрые напутствия с удачей и так далее хочу сказать что сегодня я везде получила карт-бланш но более того мне было очень приятно что мне не пришлось долго рассказывать кто я и чем я занимаюсь потому что сегодня мне просто повезло я встречалась с людьми которые в общем-то могут понять кто такой блогер мне очень-очень приятно осознавать что он свое время я не стала скажем так за деньги рекламировать то что мне предлагали сейчас признаться мне и приходит очень мало предложений о рекламе потому что в общем-то ведется конечно же статистика блогеров которые сотрудничают с другими компаниями как они сотрудничают сколько они берут и так далее и сейчас рассылка рекламная она очень очень сильно уменьшилась я очень рада потому что ну как человек вежливый мне всегда хотелось все-таки ответить сказать нет спасибо за внимание но я этим не занимаюсь в итоге в итоге все сложилось как сложилось я абсолютно свободно в выборе того о чем я буду снимать с кем я буду работать кого и о ком точнее кого я буду показывать о ком я буду рассказывать я очень очень рада большое всем спасибо за этот просмотр большое всем спасибо кто за меня искренне переживает увидимся очень скоро это было я на скорцову всем пока пока